Добрый вечер, я Марфа Смирнова. Приветствую вас на немецком телеканале Оствест. Мы вещаем из Германии на русском языке. Это дайджест новостей и осторожно в этом выпуске электрическое наслаждение и жесткие споры немецких политиков. Просто пепельная среда это не только последний день карнавала, но и день в немецкой политике, когда официально можно друг друга оскорблять. В Турцию боятся ехать уже две трети немцев. В Анкаре обещают задерживать граждан Германии, которые хоть раз были замечены в критике турецкого режима. И присматриваете новый электрокар? Тогда вам на Женевский автосалон. Даже если вы любитель машин класса люкс, у вас все равно теперь есть возможность позаботиться о чистоте нашего воздуха. Карнавал продолжается и сегодня пепельная среда. О шермитвах на немецком. По католической традиции в этот день после службы священник рисует на лбу всех прихожан пеплом крест. Это символизирует очищение от грехов. Сегодня же у католиков начинается пост. А сто лет назад у этого дня появилась и политическая традиция. В 1919 году после революции, случившейся в Германии, Баварский крестьянский союз собрался на политические дебаты, чтобы обсудить насущные проблемы. С тех пор в этот день немецкие партии устраивают так называемый политический спектакль. Это дебаты, оскорбления в адрес партии конкурентов и рефлексия на тему политических ошибок. Для ХСС в силу не только географии, но и того, что они в общем-то самая христианская партия Германия, политическая пепельная среда день особый. В Пасау по карнавальному в костюмах сегодня собрались самые видные политики Союза. АДГ не одинокие потерянные консерваторы. Крыло, которое формируется вокруг Хёке, они встали на путь правого радикализма. Их единственная цель это уничтожать. Поэтому, по-моему, правильно, что у внутренней разведки они теперь под лупой. Не смог Зёдер обойти стороной свою любимую тему миграции. У нас будет такая Европа, только если миграция будет контролироваться. Я всё ещё слышу в программе «Зелёных», что они хотят пустить неограниченное число мигрантов. Всё, что я могу сказать, это то, что это не наш вариант. По поводу возможной коалиции чёрно-зелёных, пока зелёные в Берлине блокируют депортацию беженцев в безопасные страны, я себе не могу представить, что буду работать с этими политиками, дорогие друзья. Вот так. Парнёры по нынешней коалиции тоже времени, простите, зря не теряли и с критикой обрушились как раз на ХДС ХСС. Всё, что я от них слышу в последнее время, нет, 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 нет ни собственных идей, ни собственной концепции. Единственное, что вы слышите, это неуважительный хохот и аплодисменты Анны Гретт Крамп Каренбауэр на карнавале. Она пыталась дешёвым способом заработать себе очки, выдавая совершенно плоские шутки о людях с неопределённым полом. О том, как Анны Гретт Крамп Каренбауэр не на шутку разозлила и других немецких политиков, смотрите сразу после дайджеста новостей в программе «Что бы это значило» с Марией Макеевой. Туристов из Германии, которые прилетели на отдых в Турцию, теперь смогут задерживать прямо в аэропорту. Речь идёт о гражданах Германии, которые открыто не поддерживают режим Эрдогана, а, например, сочувствуют рабочей партии Курдистана. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Есть люди, которые принимают участие в митингах одной террористической организации в Европе и Германии, а затем приезжают в отпуск в Анталию, Бодрум или Муглу. И мы приняли меры против этих людей. Пусть приезжают, а мы их потом арестуем в аэропорту. Отныне совершать государственную измену за границей и наслаждаться потом отдыхом в Турции больше уже будет не так просто. Сойлу пообещал, что в Германии будут следить, кто именно он не уточнил, за теми, кто позволяет себе нелестные высказывания в адрес Режепа Эрдогана. Например, за последние годы уже не раз задерживали турок с немецким гражданством, которые просто приезжали, например, к родственникам в гости на лето. Их обвиняли, в частности, в том, что в социальных сетях они писали что-то в поддержку РПК. Ежегодно 3 миллиона турок с немецким паспортом ездят из Германии в Турцию. И за их жизнью в Германии турецкие власти собираются теперь следить еще пристальнее. Заявление Сулеймана Сойлу – это очередной клин в напряженное отношение между Берлином и Анкарой. На прошлой неделе случился еще один скандал. В Турции отказались давать годовую аккредитацию журналистам самых крупных немецких СМИ. То, что происходит в Турции, естественным образом отталкивает и туристов. Хотя для немцев это по-прежнему одно из самых любимых направлений для отдыха. Согласно опросу, который провела газета «Тагис Шпигель», 68% опрошенных этим летом на турецкое побережье ехать опасаются. Это онлайн-голосование. И вот на данный момент проголосовали примерно 5000 человек. Электрификация. Кто-то из вас наверняка помнит строки из Ленина. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Электрификация в 2019 году – это чистый воздух плюс будущее автоиндустрии. Электрическое наслаждение. Поэтому главный хэштег, да и лозунг автосалона в Женеве. Завтра он откроется для посетителей. А пока что главные новинки показали журналистам. Причем электро-новинки заняли большую часть выставки. Вот, например, вопреки всем предубеждениям о том, что электромобиль – это на вид простая и не самая красивая машина, новый «Астон Мартин Лагонда» с полностью электрическим двигателем. Пример того, что производители машины из класса «Люкс» тоже теперь за чистый воздух. Что важно в этих автомобилях, так это то, что они полностью электрические. И Лагонда станет первой компанией класса «Люкс», которая будет работать на 100% электрическом двигателе. И благодаря этому можно будет создавать невероятные формы и дизайн машины, подобные тому, которые вы видите позади себя. Поэтому вполне возможно, что Джеймс Бонд, которого все увидят в новом фильме «Бондиана» лишь в следующем году, будет гоняться за преступниками на электромобиле от «Астон Мартин». Хотя вот этот вариант, как мне кажется, не хуже и внешне очень похож на его предыдущий автомобиль. И название подходящее «Ля Вуатюр Нуа» – по-французски «черная машина». Так что советую создателям Джеймс Бонда присмотреться. Правда, на сегодняшний день эта модель «Бугатти» стоимостью в 15 миллионов евро – самая дорогая машина в мире. Поэтому не знаю, подстать ли агенту МИ-6 ездить на самом дорогом автомобиле планеты. И чтобы вы не подумали, что все машины на Женевском автосалоне предназначены исключительно для героев фильмов или миллиардеров, вот вам совсем будничный вариант. Даже машиной как-то не назовешь компактный концепт электрокара от французского производителя «Ситроен». Сами создатели говорят, что это скорее квадроцикл. 2,5 метра в длину и по 1,5 метра в ширину и высоту. Практически куб открывается телефоном, а главный бонус, чтобы водить эту машину, не нужно даже иметь автомобильные права. Единственное условие – вам больше 16 лет. Это на 100% электрический городской автомобиль. Он должен иметь доступ ко всем районам в центре города, без каких-либо ограничений. Он компактен и маневренен. Его можно легко припарковать, легко проехать через пробку. Он предназначен для коротких поездок. Мы знаем, что в городских районах автомобили используются в основном для поездки на работу. И это меньше, чем 15 километров. Поэтому этот автомобиль идеально удовлетворит запросы быть мобильным. Электрокары, новые технологии, новый дизайн – все это прекрасно, но есть, как говорится, и ложка дегтя в бочке с медом. Прежде всего, это Брекзит. Из-за него европейская автомобильная индустрия может понести очень большие потери. Моральный дух европейского автопрома невысок по трем причинам. Брекзит, возможные пошлины со стороны США и цели Европейской комиссии в отношении выбросов углекислого газа. Все это очень парадоксально, потому что это происходит в то время, когда мы просто на высоте. Так много современных автомобилей, новых энергетических решений, инвестиций в электрокары, машин с автопилотом. Так что сейчас мы находимся одновременно и в лучшем положении. Это проблема для лидеров автомобильной промышленности. Слишком высок риск получить сильный удар из-за факторов, которые полностью не подвластны автомобильной промышленности. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до пятницы. 8 марта у нас будет дайджест новостей. А сейчас, через несколько минут, смотрите программу «Что бы это значило» с моей коллегой Марией Макеевой. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok